В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим. Кого первого предаст Эрдоган в Сирии? Россию или Америку? Как Москва сумела без войны установить блокаду Турции на суше, на море и в воздухе? Смогут ли американцы и турки помешать войскам Асада взять штурмом столицу ИГИЛ город Ракку? 10-11 марта состоялся визит в Москву турецкого президента Эрдогана. Среди прочих сообщений особое место занял вопрос о возможной продаже Турции нашего новейшего комплекса ПВО С-400. Действительно так. И, кстати, уже пошли сообщения с турецкой стороны. Вот министр обороны турецкий сказал, что да, мы продвинулись сильно. Они, кстати, заявили даже, что если Россия нам продаст эти С-400, мы их не будем интегрировать в общенатовскую противовоздушную оборону. Мы создадим самостоятельный над собой, так сказать, вот этот вот колпак противовоздушный. Ну вот, значит, и зритель спрашивает, у меня невольно возникает вопрос, наши торговцы оружием что, совсем с ума спятили? Как можно после предательского уничтожения турками нашего самолета в небе Сирии рассуждать о продаже им наших средств противовоздушной обороны? Мы что, хотим, чтобы они нашим же оружием наши самолеты сбивали? Это что, вредительство, предательство или просто неимоверная жадность и тупость? Разве можно верить Эрдогану? Он ведь предаст и глазом не моргнет. Ну, верить Эрдогану и не надо, и нельзя. А вот понимать, зачем он приехал в Москву, чего он хочет добиться, каковы его реальные, не показные, а реальные мотивы и реальные цели, вот, понимать это нужно хотя бы для того, чтобы нам не упустить собственные выгоды, и чтобы нам не оказаться обманутыми. А для того, чтобы мы имели возможность анализировать весь комплекс происходящей событий информации, с турками нужно общаться и вести с ними переговоры, что, собственно говоря, Путин и делает. Российские средства массовой информации по поводу визита Эрдогана пишут, что ему сегодня просто позарез нужен союз с Россией, так как на Соединенные Штаты Америки он уже рассчитывать не может. А другой реальной силы, кроме Москвы, на Ближнем Востоке нет. Ну и действительно, американские элиты в Вашингтоне сегодня настолько заняты междоусобной борьбой, что им, в общем, по большому счету, не до внешней политики. Хотя интрига в треугольнике Турции и Россия и США, конечно, сохраняется. Несмотря на то, что встреча в Москве прошла демонстративно тепло, несмотря на то, что Путин и Эрдоган хором демонстрировали всему миру, все трудности позади им и друзьям, и союзники, и даже подписали комплексную программу сотрудничества. Но главное, как всегда, конечно, осталось за кулисами. Мы можем только догадываться об этом, но анализируя тот объем открытой информации, который нам доступен, мы можем догадываться об этом, в общем, довольно высокой степенью вероятности. Все дело в том, что Россия сейчас на подъеме, а Турция, наоборот, находится в очень сложном положении. И в Сирии у Эрдогана, на самом деле, дела идут, в общем, неважно. Похоже, что Вашингтон, который раньше был его ближайшим союзником, его тупо кинул, простите мой французский. Но это, кстати, тоже удивительно только на первый взгляд. Дело в том, что Америка давний союзник курдов, смертельных врагов Эрдогана. Причем этот союз Вашингтона с курдами, он может существовать только за счет турецких интересов. Только, никаким другим образом его как бы сшить, сплотить, склеить этот Американо-Курдский союз невозможно. Ну, собственно говоря, так это все и происходит последние, во всяком случае, 10-15 лет. В 2006 году тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Америки Кандализа Райс заявила, сегодня мы наблюдаем начало родовых схваток, в результате которых родится новый Ближний Восток. И мы работаем во имя этого нового Ближнего Востока. Но на этом новом американском Ближнем Востоке для Турции, в нынешних, во всяком случае, ее границах, места не оказалось. Вскоре после вот этого выступления Кандализа Райс, в средствах массовой информации была опубликована так называемая карта Петреуса, которая показывала, как хотят Соединенные Штаты видеть вот этот свой новый Ближний Восток. Вот смотрите, слева это границы международно признанные современные ближневосточные государства. Вот Турция, она обозначена там в современных границах. А вот справа это то, что хотели американцы получить в результате всяких там, так сказать, цветных революций, арабской весны и прочих технологий, то, что они хотели получить на Ближнем Востоке. Обратите внимание, Турция-то оказалась серьезно урезанной, и у нее на восточной границе что появился? Огромный, сорокамиллионный, независимый Курдистан. Разве может Турция с этим согласиться? Вот, но передел Ближнего Востока по тому американскому плану не состоялся. Сперва, значит, главный союзник Соединенных Штатов Америки, Израиль, в 2006 году проиграл войну в Ливане. Причем, кому проиграл, партизанам, боевикам, хизбаллы, проиграл вчистую. Потом грянул кризис в 2008 году, Соединенные Штаты Америки начали слабеть. А потом вдруг заявила о своих интересах Россия. И в общем, в результате мы сейчас имеем то, что мы имеем. И это совсем не то, что собирались получить американцы. И совсем не то, о чем говорила в 2006 году Кандализа Райс. Если бы ей тогда, 11 лет назад, сказали, что вот в 2017 году будет так, как оно есть сейчас, что Россия утвердится в Средиземном море, получит две полноценные базы в Сирии, будет вести переговоры о своих пунктах базирования в Египте и в Ливии, и так далее, и так далее, и так далее. Она бы, наверное, покрутила просто пальцем в вискал и сказала, да вы что, с ума сошли, что мне сказки рассказывать. А вот, тем не менее, человек предполагает, а Бог располагает. И вышло так, как вышло. Ну, вот, значит, как бы то ни было, в результате Эрдоган теперь хочет договориться с Путиным, потому что он не без оснований полагает, что именно Путин теперь это тот человек, та сила, от которой зависит будущая конфигурация на Ближнем Востоке. Но надо сказать, что туркам все равно будет очень трудно договариваться с Россией, даже учитывая, что Путин готов идти на стратегический союз с Анкарой. Сегодня Россия союзник Армении, военный союзник Армении, там крупнейшая база наша, 102-я в Гюмри. Россия союзник Ирана, а и Армения, и Иран являются многовековыми соперниками турок. Вообще, надо сказать, что, вот если на карту посмотреть, Турция окружена сплошными врагами, то есть у нее на границах нет ни одного государства, которое было бы союзником Турции, понимаете? Ну, вот, грузины более или менее так относятся сейчас лояльно к туркам, да и то только это, так сказать, временно. На самом деле, там вот Аджария, Южная Грузия, это мусульманский протурецкий регион, который является потенциальным ядром очень мощного грузино-турецкого конфликта. А так, посмотреть, если по границам Турции, да, Грузия, Армения, Иран, Иран, Ирак, Сирия, да, в Европе это Греция и Болгария, то есть это все бывшие провинции Османской империи, да, блистательные порты, это все народы, которые на протяжении долгих веков страдали от иго османского. Конечно, они сегодня, как бы это понягче сказать, без всякой симпатии относятся к современной Турции, уж тем более к Ардагану. Ну вот, значит, учитывая все это, ну, да, кстати, еще, конечно, я думаю, что турки не забыли, если иметь в виду северного соседа Россию, да, то мы с ними за последние 300 лет воевали 13 раз. И все 13 войн Россия выиграла. Вот так. Вообще, в результате ситуация так обернулась, что Турция сегодня в военном плане фактически блокирована. Покажите вот нам карту. Вот посмотрите, пожалуйста. Значит, одна зона закрытого доступа создана России с опорой на Крым. Вот черные окружности, они проведены радиусом 350 километров. 350 километров — это радиус полета ракет наших береговых комплексов «Бастион», когда они летят по комбинированной траектории. По высотной траектории и по наземным радиоконтрастным целям они летят вообще на 500 километров. Это вот красная окружность. То есть, видите, практически все Черное море, восточная часть Средиземного моря и большая часть Турции накрываются ракетами «Бастиона». Я уж и не говорю про С-400, про вот в Гюмри, на востоке, третий центр. Там расположены С-300 наши комплексы, у которых тоже примерно там 350 километров радиус действия. А если сюда, так сказать, включить авиацию, которая базируется и в Сирии, и в Гюмри, и в Крыму, если включить сюда ударные комплексы «Искандер», вот мы же армянам продали, единственная страна, которую мы продали «Искандера», если включить сюда, так сказать, другие системы вооружения, то получится, что фактически вся территория Турции, она простреливается нашим оружием из севера на юг, из запада на восток. А турки адекватно ответить на эту угрозу не могут. Например, вот системы противовоздушной обороны у них вообще нет. У них там стоят на вооружении системы американские, английские, которые еще там в 50-е, 60-е годы там разрабатывались. В общем, старые, которые, конечно, современные самолеты перехватывать не могут. Ну, а на востоке, то есть на западе, как я говорил, в Европе Турция граничит с греками и с болгарами, которые тоже, так сказать, отнюдь не являются ее союзниками. Ну, я думаю, что вот в силу всех этих причин, и Путин особо не торопится что-то там найти, Эрдогану, значит, обещать. Вот он на встрече сказал следующее. В Сирии очень много факторов неопределенности, очень много противоречий. Но принцип территориальной целостности Сирии является обязательным для достижения результата. Это что значит в переводе с дипломатического на простой русский язык? Это значит, что он сказал Эрдогану, ну, посмотрим, конечно, как там в Сирии будут складываться дела. Но поживиться за счет сирийской территории вы не надетесь, этого не будет. Эрдоган пытается в Сирии играть свою игру. И для того, чтобы там свое влияние усилить, он хочет как бы свою зону оккупации, да, вот в этой поствоенной Сирии. Для этого они начали военную операцию, там ввели туда свои войска сухопутные. Вот он сказал на встрече с Путиным Эрдогану, хочу отметить операцию «Щит Ефрата». Мы очистили 2200 километров территории от боевиков. Вот эти 2200 километров территории, по мысли Эрдогана, должны были стать ядром для будущей турецкой зоны оккупации, турецкой зоны влияния в Сирии. Но на самом-то деле, вот эта вот турецкая операция «Щит Ефрата», она провалилась. Вот покажите карту. Смотрите, это, значит, вот северная граница Сирии, ну, турецко-сирийская граница. Значит, турки попытались вот этот треугольник вклиниться в сирийскую территорию, вбить клин. Да, это на границе между городами Джараблус и Аазаз, там около 100 километров от основания этого перевернутого треугольника. А нижняя его верхушка — это город Аль-Баб. И вот они, когда его взяли, они считали, что это в конечном итоге станет для них опорной территорией для продвижения к Ефрату, а потом дальше, по правому берегу Ефрата, к Раке. Вот в правом нижнем углу, там Рака, столица ИГИЛ. Но, но, в результате получилось так, что когда они вышли к Эль-Бабу, и стал ясен их план после этого выйти к Ефрату, быстренько-быстренько Асад и войска, которые ему союзно, они подсуетились и, ударив с запада на восток, отсекли турок от Ефрата. Потому что до тех пор, пока турки вплотную граничили с зоной ИГИЛ, они могли продвигаться. Да, потому что с ИГИЛом не действуют никакие мирные договоренности, и они предъявляли всем в качестве обоснования своего продвижения, что мы боремся с террористами. Но теперь они уперлись в войска Асада. И для того, чтобы двигаться дальше, им нужно воевать либо с Асадом, либо с курдами. А Асад, между прочим, находится в совсем другом положении. Вот еще одну карту покажите нам. Вот смотрите. Значит, турки должны были бы из Аль-Баба, это перевернутом треугольнике, его вершина южная, выйти к Ефрату и дальше вдоль Ефрата идти, 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 идти к Аль-Бабу. В общей сложности, ну, если от самой Турции считать все эти, так сказать, эволюции, их 386 километров им надо было бы пройти. Но сейчас они застряли, они блокированы в Аль-Бабе. А вот как раз войска Асада, они-то вышли к Ефрату и уже продвинулись. Вот как бы первое расстояние между двумя точками по правому берегу Ефрата, они уже прошли и продолжают двигаться дальше. А там вдоль правого берега Ефрата идет шоссе, вдоль которого можно дойти до Раки. Если туркам сейчас от Аль-Баба идти нужно 180 километров до Раки, то Асаду осталось 80 километров пройти. А с севера курды занимают все площади, и их отряды вообще находятся уже там в 5-10 километров от пригородов Раки. Это что значит? Это значит, что Раку могут брать либо курды, либо Асад, либо вместе. А Эрдогану и туркам там уже места нету. И в этой ситуации, если это так случится и без них возьмут, то после этого вполне может быть, что Асаду, что Эрдогану и протурецким боевикам скажут спасибо, спасибо, ребята, всем спасибо, все свободны. Пожалуйста, вы, так сказать, теперь мы Раку взяли, мы устанавливаем территориальное единство Сирии, поэтому вы давайте обратно на свою территорию уходить. Очевидно, что такая перспектива вполне реальна, и вот Асад ищет пути, как бы, так сказать, оставить и закрепить свое влияние в Сирии, несмотря ни на что и договариваться, об этом нужно именно с Путиным, а с кем же еще? Больше не с кем. Потому что Соединенные Штаты вряд ли, так сказать, впишутся в штурм Раки, ну, во-первых, пока они Масул не взяли. Они там всякие такие делают грозные жесты, перебросили туда там 500 морпехов и там батарею Гаубис, но это все такие совершенно символические жесты, они к реальной готовности вписываться в эту ситуацию, они никакого отношения не имеют. То есть Путин может из каких-то своих соотношений, внутренних своих соображений, он может и договориться с американцами о каких-то компромиссных, так сказать, возможностях, но только в том случае, если он что-то взамен выторгает, я, например, для себя не очень понимаю, что он может взамен получить, что американцы в своем нынешнем положении в Сирии могут дать Кремлю. Ну, в общем, как бы то ни было, да, кстати, еще 16 апреля же будет референдум в Турции по расширению полномочий Эрдогана, а у американцев, у них есть официальная позиция, они в течение двух месяцев до того, как в каких-то странах происходят выборные мероприятия, они никаких высказываний по поводу этих стран не делают. У них такая политическая традиция. Поэтому до 16 апреля они вообще там ничего точно решать не будут. Плюс, имея в виду, что они сейчас там все заняты этим грызнем между собой, да, трамписты, антитрамписты, глобалисты, империалисты американские, ну и так далее. В общем, всякой твари по паре, и все они там, значит, как змеиное кубло грызут друг друга. Когда они закончат этот увлекательный процесс и восстановят дееспособность американского государства, тоже, в общем, по большому счету, не ясно. Вот. В общем, как бы то ни было, Эрдоган, я думаю, правильно для себя рассчитал, что разговаривать нужно с Путиным, потому что это человек, слово которого, да, будет реализовано. С Трампом вообще ничего не понятно. Вот он два раза указ, президент Соединенных Штатов Америки, написал указ об ограничении иммиграции. Судья, районный судья взял, отменил этот указ, все. И Трамп вынужден был с этим согласиться, сказал, ну ладно, мы учтем замечание. Второй, недавно. Второй указ на ту же тему выпустил, уже, так сказать, как бы учел некоторые требования. И что вы думаете, на Гаити опять какой-то районный судья, вот, по нашим меркам, это какой-то там райсуд сельский какой-нибудь там в Тибурдюковке, взял и отменил указ президента. А с Путиным можно договариваться, потому что он, так сказать, уж простите опять за жаргон, за базар отвечает. И слово свое держит. Ну, во всяком случае, в качестве такой приправы, приправы, вот, к этим попыткам договориться, выставляется активизация, резкая активизация нашего сотрудничества в энергетической, в военной областях. Вот Трамп, например, Господи помилуй, простите Трамп, Эрдоган на этой встрече в Москве, он заявил следующее. Основными элементами сотрудничества России и Турции в настоящее время является оборонно-промышленный комплекс и энергетика. Военное сотрудничество России и Турции очень важно. Этот вопрос был подробно обсужден нами в ходе встречи в узком кругу. Кроме того, мы придаем стратегическое значение строительству атомной станции в Аккую. Ну, надо сказать, что, чтобы не быть голословным, Эрдоган привез с собой ведь в Москву министра обороны и руководителя разведки. То есть там, судя по всему, разговор шел серьезный и предметный. Аккую – это проект действительно очень объемный, он рассчитан до 2023 года. Стоимость постройки этой станции 24 миллиарда долларов. Ну, про турецкий поток, собственно говоря, и говорить нечего. Уже все по этому поводу сказано. А вот в области военно-технического сотрудничества впервые уже так было четко, ясно, недвусмысленно сказано, что турки хотят у нас получить С-400. С-400. Тут, правда, нужно ясно иметь в виду, что, во-первых, конечно, это С-400 в экспортном варианте, это комплекс с сильно загрубленными характеристиками по сравнению с тем, которые поступают в наши вооруженные силы, во-первых. А во-вторых, турки его не против нас хотят, они его хотят против греков, потому что у греков есть наш же комплекс С-300. То есть греки прикрыли себя от возможной турецкой атаки, а Греция и Турция последние 50 лет все время балансируют на грани войны. И вот у греков как бы есть этот колпак противовоздушный, а у турок нет. И они хотели, турки, они просили американцев, продайте нам Патриот и так далее. Американцы все, значит, там кабенились. Ну вот теперь Эрдоган решил, ну ладно, а мы, значит, попросим у русских. Ну это ладно, отдельный вопрос. Путин вообще на все вот эти вот реверансы, на все вот эти вот, так сказать, телодвижения турецкие, он отвечал так довольно уклончиво. Приветливо, приветливо, но уклончиво. Он сказал следующее. В последнее время Москва и Анкара активно работают по разрешению кризисов в мире, в том числе в Сирии. Связи России и Турции восстанавливаются быстрыми темпами, и Москва рада этому. Особого внимания требует военно-техническое сотрудничество и взаимодействие наших спецслужб. Мы очень высоко оцениваем уровень взаимодействия между военными и спецслужбами наших стран. Ну вот и слава богу, я думаю, что в тактическом смысле, конечно, нам сейчас союз с турками выгоден. И нужно идти на этот союз, но не забывая о своих интересах. А что касается С-400, то я вот еще что хотел бы сказать, ну, чтобы вот эти, так сказать, такие панические нотки снять. Значит, неужели мы продадим туркам С-400? Ну, если и продадим, то в лучшем случае это случится через 6-7 лет. Вот мы с китайцами 3 года только переговоры вели о продаже. И потом вот начнем и закончим эту реализацию. То есть срок от начала переговоров до реализации контракта, он там 6-7 лет железно. С индусами сейчас тоже начинаются эти переговоры, там, типа, не спеша, понимаете. Потом есть еще такое понятие, паспорт экспортного облика. Любой комплекс оружия, который стоит у нас на вооружении и предлагается для продажи за рубеж, он должен получить этот паспорт экспортного облика. То есть проходит согласование со всеми заинтересованными ведомствами, со спецслужбами, с разведкой, с Министерством иностранных дел, там, тря-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, где комплексно оценивается, какие характеристики мы можем вложить в этот комплекс так, чтобы для нас самих он не представлял угрозы. То есть происходит загрубление характеристик, то же самое комплекс С-400, вопрос возникает, а какие ракеты там будут? Там же могут быть ракеты совсем с другими характеристиками, чем те, которые загружаются в наш комплекс. Те будут параметры радиолокационных станций. Насколько они будут загрублены по сравнению с тем, что есть у нас. Ну и у нас-то к тому времени вообще, бог даст, так будет С-500, который представляет из себя уже следующее поколение средств ПВО. Ну, как бы то ни было, после отъезда Эрдогана, Путин собрал Совет Безопасности России. То есть, это кианалок современной старому советскому политбюро. Именно на Совете Безопасности России обсуждаются все важнейшие проблемы и принимаются важнейшие решения, реальные решения. Потому что Дума — это все такой балаган. Это, знаете, все то, что на сцене там всякие клоуны политические, на потеху почтеннейшей публике, там лупят друг друга и так далее. А реальные решения, конечно, принимаются в тишине кабинетов. И, кстати, вот что любопытно, наши средства массовой информации, они никогда ничего не сообщают о подробностях заседания. Всегда буквально два фраза. Собрался Совет Безопасности, обсуждены такие-то вопросы. Точка. И никогда никаких подробностей. Ну вот в данном случае, значит, Путин собрал Совет Безопасности, чтобы обсудить результаты визиты Эрдогана. Значит, было что обсуждать. Я думаю, что это хорошо.